Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для всех! В этом видео мы рассмотрим очень интересную атакующую партию, которая была сыграна в третьем туре клубного чемпионата Европы. Белым играл известный узбекистанский гроссмейстер Надербек Якубоев, а его соперником был очередной российский гроссмейстер, спрятавшийся за флагом Сербии, Михаил Брякин. Поединок этот получился очень сложным и насыщенным. Каждый из соперников, отбросив щит, пытался поразить оппонента мячом. Что из этого вышло, мы с вами сейчас и увидим. Д4 сыграл Якубоев, в ответ КНФ6, С4, Е6, КНЦ3, Д5, ферзевый гамбит. Размен на этом поле, слон Ж5, С6, очень быстро возникает знакомая нам карлсбадская структура. И после хода слона в 5, основным продолжением является ферзев 3, переходя в очень известное окончание. Слон Ж6, взяли, забрали, скушали, съели. Которое, кстати, получилось в знаменитой партии Карлсен Крамник, Ставангер, 2016 год. В том поединке норвежский гроссмейстер продемонстрировал все положительные стороны белых в этом окончании. Сумев переиграть одного из лучших технарей начала 20-го столетия, 14-го чемпиона мира Владимира Крамника. Но в нашем поединке Надербек Якубоев играет иначе. Он ставит пешку на Ж4. Надо сказать, что этот пешечный тычок обычно встречается при расположении белого слона на Ф4. Но, как покажет эта партия, и при ходе слон Ж5, он также весьма эффективен. Слон Е6 играет Брякин, Н3, слон Е7, конь ЖЕ2. Рокировку делают черные, а белые ставят коня на Ф4. И после конь Е8 происходит размен чернопольных слонов. Слон Д3, конь Д6, ферзь С2, нападая на пешку. Та идет вперед и Надербек Якубоев, наконец, раскрывает все свои карты, делая длинную рокировку. Итак, короли соперников находятся на разных флангах. Поэтому главный план, как для белых, так и для черных, быстрейшая атака на короля. С целью захвата инициативы и постановки соперника в положении защищающегося. Опять играет Брякин, ладья ДЖ1, конь А6. И тут лучше было сыграть ферзь Е2, предупреждая возможность вилки. Но Надербек Якубоев защищает поле Б4 пешкой. И теперь это зацепка для атаки черных. Брякин играет Б5, после А4 играет Б4, нападая на коня и пешку. И тут белым объективно лучше было все-таки поменяться на Е6 и отойти конем. Хотя, конечно, после размена на А3 и хода ферзь Е7 у белых положение незавидное. Король открыт, пешка А3 слаба. А горячая фаза атаки на черного короля, если и начнется, то очень не скоро. Но Надербек Якубоев в этой позиции решил все-таки пожертвовать коня С3. Узбекистанский гроссмейстер пошел Ж5, используя как зацепку для своей атаки черную пешку А6. Принимает жертву Михаил, после взятия на А6 с шахом бьет на Б2. Ну и белая, конечно же, прячет короля под черную пешку. Хорошо известный защитный прием. Сейчас белые готовы побить пешку Ж7, поэтому Ж6 играет сербский шахматист. А Надербек Якубоев не останавливается перед дальнейшими жертвами. И на Ж6 жертвует не коня, не слона, а целую ладью. После взятия бьет конем, нападая на ферзя и ладью Ф8. Подведем промежуточные итоги. В данный конкретный момент у черных колоссальный материальный перевес. Лишняя ладья и конь. Но куда отходить атакованным ферзем? Лучшим был ход ферзи в 6. Белые играют аж 7, пытаясь завлечь короля на одну диагональ со слоном и ферзем белых. Но он отходит на f7. И после конь е5 шах, король е7, еще один шах, черные неожиданно жертвуют своего ферзя и играют конь c4, угрожая вилкой конь а3. Теперь уже инициатива переходит в руки черных. После ферзь е2 ладья b8, защищая пешку ладьей, короля 2 а4, создавая форпост для ладьи b3, черные очень быстро побеждают. Итак, играя ферзь f6, Михаил Брякин имел все шансы доказать некорректность жертвы коня c3. Но он отошел ферзем на h7 и, видимо, надеялся, что соперник просто побьет на f8. В этом случае следует довольно простой вариант со временной жертвой ферзя. Взятие на d3, связка слон f5, взяли, забрали, конь d7, король h7. И хотя белые сохраняют определенную пешечную компенсацию за отданного коня, все-таки тут на победу играют только черные. Но надербек Якубоев не спешит бить на f8. Он играет ладья g1, угрожая вскрытым, а то и двойным шахом. И тут Брякин не выдерживает такого сильного давления и ошибается. А нужно было сыграть слон f5. Конечно, ход простой, но вот рассчитать его последствия очень непросто. После взятия ладья f5, конь f4 в скрытый шах. Король прячется на f8, конь g6, король f7, конь e5, король f6, ладья g7. Отдавая пешку h6, и тут вилка конь g4 ничего не дает. Потому что за ферзя черные получают аж 4 фигуры. Поэтому надо отходить ладьей на d7, атакуя коня. Далее, ферзь f8, защищая легкую фигуру, взятие на c6, ладья e5. Этот сумасшедший вариант продолжается. Взяли, забрали, скушали, съели, ферзь d5. В итоге получается вот такая очень интересная позиция, в которой компьютер оценивает шансы сторон как примерно равные. Но Михаил Брякин решил сыграть иначе. Он перекрыл диагональ b1h7 конем и позволил разменяться на центральном поле. Ну а что делать дальше? Можно было уже забрать на f8. После взятия побить на c6, нападая на ладью и слона. И хотя тут у черных две лишние легкие фигуры, очевидно, что сохранить большой материальный перевес и защитить своего короля f8 от хищных белых тяжелых фигур не получится. Но Надербек Якубоев играет более тонко. Вместо взятия на f8 он ставит пешку на d5, нападая на слона. Идея белых раскрывается вот в таком варианте. Слон бьет d5 и конь h8. Очень неожиданный отскок коня с целью не пустить короля на f7. А после взятия на h8 ферзь b2 шах и мат не минуем. Но Михаил это видит. Он ставит ладью на f6, предлагая белым отскочить конем. И тут совершает ошибку уже Якубоев. Все-таки нужно было забрать на c6. Хотя страшно так играть. Все-таки у черных лишняя ладья и легкая фигура. Но вездесущий компьютер доказывает, что у белых тут все-таки решающий перевес. В партии же был сделан более человеческий ход. Конь f4 в скрытый шах. Король спрятался на h8, забирает на e6 и в этой позиции черных вновь есть возможность уравнять шансы. Нужно было сыграть ладья g8. После взятия забрать королем ферзь d1 с угрозой вторжения на d8. А почему не на d2, спросите вы? Ну там взятие на f4 было после взятия e3. Поэтому лучше так. Но черные могут сыграть ферзь c7, прикрывая поле вторжения. Однако теперь подвижной становится проходная пешка h. Она идет на седьмую линию, давая шах. И после взятия не шах ферзь h5, а ферзь d7, неожиданно меняя ферзей. У черных лишняя ладья в эндшпиле, но как останавливать пешку? После ладья f8 будет конь e6. А если ладья d6, все тот же ход конь e6 с угрозой d8 ферзь. В случае взятия на d7 неожиданная вилка конь f8. Поэтому, наверное, лучше сыграть конь c5. Позволяя белым поставить ферзя, после взятия конь d8 чревоугодие продолжается. Правда, теперь в качестве съеденных объектов будут пешки. Конь d3, конь c6, a4, конь d4. Взяли, забрали, шах, отошли. Снова шах, король c3. И ничья очевидна. Но этого всего в партии не случилось. Потому что черные ошиблись вновь, забрав пешку на a6. Белые тут уже, наконец, побили на c6. Ферзем напав на ладью. И наиболее упорной защитой был ход ферзь f8. Идея состоит в том, чтобы, защитив ладью a8, после очевидного шаха, взяли, забрали, сыграть ладья d8 и задать белым конкретный вопрос, как они будут выигрывать эту позицию. Ведь брать коня нельзя, потому что будет ладья d1 и после взятия на b2, ферзь f2, мат ставят не белые, а черные. Но у белых тут есть красивый и эффективный путь к победе. Это продвижение пешки на e7. Вилочка. И одновременно освобождение шестой горизонтали. После взятия шах, подключается ферзь к атаке. После короля f8, ладья h8, мат. Ну а если перекрыться, то ферзь e6 известная тема. После ферзи f7, даже не ладья h8, а ладья g6. Король f8, ладья f6 и белые продолжают атаку, еще и забирая коня a6. Но этих вопросов Брякин перед соперником не поставил. Просто убрал ладью из-под боя, защитив пешку b2. Белые забрали на a6 и тут стало ясно, что их победа не за горами. За качество более чем достаточная компенсация, королю белых ничто не угрожает. Партия закончилась так. Ферзь f8, ферзь a5, угроза ферзь h5. Король h7, шах, перекрылись. Ферзь e5, угроза взятия пешки. Но после ладья f6, даже не ферзь e4, а е7, используя перегрузку ферзя. Так или иначе, одна из черных ладей теряется. И после ферзи f7, ферзь бьет b8, черные сдались. Вот такая замечательная атакующая партия. Действительно, очень красиво и сильно играют эти узбекистанские гроссмейстеры. И Надербек Якубоев, и Надербек Абдусатора в своих партиях творят настоящие комбинационные шедевры. За их игрой очень приятно наблюдать. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.